я приветствую игроков калибра здравствуйте друзья медика каравая в последнем обновлении апнули до этого что-то совсем уж он был грустный хотя и продавался за 3000 монет как он себя теперь проявляет на каком месте среди медиков он находится как лучше использовать его плюсы и стоит ли вообще его приобретать конечно же будут цифры расчеты замеры примеры и тому подобное погнали давайте для начала немного с ним познакомимся долгое время игроки ждали кто же будет у медиков у 22 бригады спн и вот наконец таки он появился боец с позывным каравай интересный такой у него позывной можете почитать о каравай почему так его прозвали в общем ладно я сейчас не буду описывать каким он был куда важнее кто он сейчас то есть после изменений и что он может и начать я сразу хочу с его умения или обилки по-другому называется его умение лечебная капсула получается каравай бросает собственно капсулу которая при ударе там о землю она разбивается и лечит союзников и самого тоже себя оперативника самого каравая в определенном радиусе и кстати этот радиус впоследствии потом еще прокачивается и увеличивается и значит что интересного еще когда вы прокачаете каравая то на врагов капсулой можно будет наложить отрицательные эффекты то есть союзников можно можно лечить врагов на них можно дебафа кидать делаю я значит такое предположение что в капсуле у нас находятся умные наноботы которые в зависимости от цели от параметров цели выбирают лечить ее или накладывать отрицательные свойства но вот ну конечно же это все шутка юмора так сделано потому что это просто игра и разработчики так решили добавить такую фишку в общем ладно лечит каравай всего на 20 единиц вы скажете да ёлы-палы шо ж так мало то это же ерунда по сути но тут фишка знаете в чем он может лечить в радиусе в радиусе вот этой лечилки от капсулы сразу всех союзников а значит максимум разовый отхил равняется у него 80 единиц это похоже на умение барда только вот бард он активирует лечилку вокруг себя да он может сам передвигаться и те кто рядом с ним двигаются тоже лечатся а здесь как как бы ты кидаешь капсулу можно сказать своим союзникам ребята соберитесь в кучку и кидаешь им туда капсулу и вот очень круто да они собрались в кучку а потом прилетает с вражеского рпо вот смешно тогда получается короче ладно поняли да значит с собой вместе и союзниками 80 единиц отхила разово и надо еще заметить что хилит он за одну секунду то есть сразу кидает чпок плюс двадцатка всем так вот добавьте теперь еще сюда офигенно быстрый откат умения всего семь секунд ребята то есть каждый семь секунд каравай может кидать по 80 единиц лечения неплохо скажете да а теперь давайте мои любимые цифры значит можно посчитать за одну минуту сколько каравай отхилит но здесь все очень просто каравай отхилит шестьсот восемьдесят пять единиц то есть если вот четверых бойцов постоянно по кд лечить значит мой любимый медик для пве а это микола вот микола за одну минуту выдает всего 500 единиц у него 25 секунд откат и 125 хило у него в одной аптечке он может за минуту 4 аптечки бросить пятихатка значит за минуту бард может отхилить значит на 383 единицы всех шатс он кидает по одной аптечке он может отхилить за минуту всего лишь на 120 монг на 160 дед на 157 а если дед будет хилить только себя то и еще меньше то есть здесь да по цифрам уже понимаем и только травник крутой травник который очень круто хилит он выдаст 825 хила замен за одну минуту но здесь ребят учитывайте что травник себя хилить не может и это печально если бы травник хилил еще и себя то это был бы наверное самый топовый медик в общем так что получаем что каравай один из лучших хилеров я не могу сказать на каком месте он стоит потому что механики лечения все-таки у медиков у всех разные но каравай он явно выше среднего так что если смотреть на основную роль медика то каравай как медик он очень и очень крут далее немаловажно знать что каравай словно шатс может еще и кидать свою капсулу я думаю вы на этом обратили уже внимание на видео и если вы зажмете q то увидите траекторию куда вы сможете бросить свою капсулу и также по моим прикидкам по замерам максималку он может бросить вроде бы на 15 метров не так это конечно далеко и она не эта капсула она не остается лежать то есть она разбивается да как вы знаете но сам факт что можно кидать эту капсулу это круто и полезно в ряде случаев едем дальше видим свет вооружен каравай у нас автоматом калашникова а кс-74 укороченным в прокачке получите приклад коллиматор глушитель и вертикальную токсич токсическую да все сказал тактическую рукоятку что несомненно улучшит качество стрельбы сами понимаете за счет того что это медик то закономерно для баланса у него значит офигенно приятная отдача стрелять просто одно удовольствие и контролить отдачу очень просто справиться даже ребенок соответственно и количество попаданий у вас будет лучше и выше что естественно увеличит и эффективность на стрелах далее рассмотрим такой параметр как дальность еще стрельбы и у каравая она неплохая она составляет 27 метров и это самый высокий показатель и 27 метров такой же показатель у барда у всех остальных медиков этот показатель идет ниже после 27 метров идет падение урона ну как и у всех оперативников падению урона от пули и на расстоянии в 33 метра урон уже составит 75 процентов от начального то есть как вы понимаете достаточно на большое расстояние каравай может настреливать и наносить нефиговый дамаг и получается из всех медиков только каравай с автоматическим оружием может стрелять на такое большое расстояние то есть это очень эффективно значит как идет падение дальше после 30 33 метров я к сожалению не скажу потому что не знаю но сам факт оптимальная дальность стрельбы она очень крутая и она очень хорошая вы только представьте у него оптималка по сути как у штурмовиков поэтому каравай может на уровне штурмов выносить как ботов так и игроков конечно же за счет того что это медик здесь по балансу урон меньше чем у штурмовиков как бы сравнивать нельзя один к одному но как ни крути данный медик может неплохо реализовать свои боевые качества и не стоит его недооценивать давайте переходим теперь к дамагу с одной пульки каравай выдаст 14 в голову с броней и 28 без брони если оперативник в шлеме если без шлема то 16 в голову и 34 без брони соответственно в тело 8 с броней и 16 без ноги 7 и 13 соответственно урон по телу и ногам примерно у всех медиков одинаковый так что здесь я заострять внимание не буду и при сравнении сразу просто помните я не беру во внимание миколу и ватсона потому что там дробовики там по-другому как бы все идет вот а в голову получается что урон у каравая примерно ниже среднего значит у каравая 31 до в голову без брони и без каски дед выдает тоже 31 травник 34 бард 38 шатс 32 монг 32 конечно же тут идет компенсация урона еще и скорострельностью так что бард например хоть и выдает много урона 38 но за счет того что он стреляет с отсечками у него там скорострельность вообще 7 с половиной вроде бы говорю по памяти если глянуть скорострельностью у каравая она составляет 11 выстрелов в секунду и надо отметить что кроме барда и дробовиков все-таки она у него самая низкая у остальных оперативников скорострельность идет выше вы можете сказать что по сути тогда чего получается урон в секунду у него самый низкий что ли у каравая по цифрам выходит что так но его оптимальная дальность очень нехило помогает реализовать дамаг даже не вооруженным глазом когда я еще специально не смотрел различные цифры то играя за крова я замечал как он нифигово наваливает игрокам и ботам это реально сразу заметно то есть вот это оптимальная дальность она очень роляет по итогам боя легко можно было показать урон на уровне поддержки или штурмовика и при этом вы еще и выдаете хил то есть карава это универсальный солдат что может как выдавать дамаг так и лечить дальше по фишкам каравая давайте пойдем спец средства у него это три дымовые шашки в прокачке и очень забавно что вы можете прикреплять эти шашки к союзникам то есть например в режиме взлом вы можете кинуть на штурма который прорвется шашку на штурма прикрепить он может прорваться к терминалу и взломать его ну правда если будет видеть куда бежать в дыму в ряде ситуаций конечно полезная штука как ни крути а еще его фишка в том что в дыму он восстанавливает себе выносливость так что можно кидать дым еще и на себя либо кого-то попросить например пророка типа ей дружище подай дымка и вы будете восстанавливать стамину понятное дело что восстановление стамины идет в секунду каждую секунду и восстанавливается по 8 единиц то есть понятное дело вы восстановите столько сколько будет дыма то есть от любого дыма вы восстанавливаете стамину далее в прокачке заметите что есть такая фишка как ускорение на 40 процентов поднятия союзника то есть если его вырубили тут все просто если в стоке по моим замерам вы поднимаете союза за четыре с половиной секунды то с этим умением важно да что это пассивное умение каравай поднимет союзника за 2,7 секунды и кстати монг тоже обладает ну примерно такой же фишкой но с оговоркой значит если монг лечил союзника и союзника убили то тогда только монг поднимет союза за две с половиной секунды но как вы понимаете эта фишка она ситуативная что интересного значит вам еще рассказать за каравай я играл наверное недельку по немного каждый день и вроде как даже прочувствовал данного опера прямо вот на своей шкуре у меня остались только положительные впечатления от игры неоднократно получалось вытаскивать катки и тому подобное это реально достойный оперативник за свои деньги вот только внешка немножко вот с этой шляпкой ну такое себе мне не очень зашла блин на рыбалку так ходят они на войну хотя откуда мне знать то с дивана анализировать такое себе еще под конец прокачки у каравая открываются дополнительные функции его лечебные капсулы врагов она начинает стопорить то есть накладывать дебафы она накладывает эффект капкан на 3 секунды не может враг двигаться и также на 3 секунды блокируется еще лечение я так понимаю это сделано для атаки наверное то есть например ты знаешь что враг стоит за углом тебя ждет ты кидаешь на угол капсулу накладывается на него вот этот дебаф и просто идешь его рашишь честно на медики рашить врага это не моя тема я так обычно не делаю либо это очень редко но думаю что папки нагибаторы будут пользоваться этой фишкой также если караваю уронят еще есть у него такая функция в прокачке он выбрасывает капсулу под себя то есть если рядом союзник то он его подхилит если рядом враг то соответственно он дебаф на него наложит в общем вы поняли да по моему рассказу что медик крутой я бы даже сказал он наступательный правда скорость бега у него самая низкая среди других медиков но все равно атаковать хватает как бы все равно постепенно доберетесь короче брать каравая я все-таки советую он как в пвп так и в пве может показать отличные результаты если возьмете не пожалеете на этом все спасибо что смотрите спасибо что ставите лайки и подписывайтесь благодарю вас за просмотр желаю удачи в боях пока